Перед началом этой встречи результат противостояния наших соперников по группе был уже известен. Таким образом, какое итоговое место в квартете А займет реактор, зависело только от нижнекамских хоккеистов. В случае победы в сегодняшнем матче дружина Соколова занимает первое место в группе и в четвертьфинале попадает на Слован. Самый неудачный исход – это поражение в основное время, как итог последнее место в группе. И тогда в четвертьфинале нижнекамцам предстоит встретиться с безоговорочным фаборитом всего турнира – Ярославским Лока. Как признаются позже игроки реактора, предматчевые расклады сильно повлияли на настрой команды. Цель была одна – выиграть матч и занять первое место в группе. Потому дружина Соколова ринулась с места в карьер. Уже на второй минуте капитан нижнекамца Булат Набиуллин вывел хозяев вперед. Весь период хоккеист и реактор владели ощутимым игровым преимуществом, правда воплотить его в заброшенной шайбе не получалось. Лишь на старте второго игрового отрезка все тот же Набиуллин упрочил лидерство реактора, реализовав большинство и записав дубль на свой счет. Доволен. Я лично много никогда не забивал. Проиграю в общем в обороне. Очень доволен. Не всегда удается забивать два гола в одной игре. А вот в заключительном игровом отрезке команды, что называется, прорвало. Но по большей части это касается нижнекамцев. На 47-й секунде периода Арсен Хисамуддинов сделал счет 3-0. А тремя минутами позже Михаил Есаян воспользовался ошибкой рижского вратаря, который не смог зафиксировать шайбу после броска. 4-0 запахло разгромом. Правда практически тут же Рижане одну шайбу отквитали. При счете 4-1 в пользу реактора Александр Соколов взял 30-секундный тайм-аут и очень эмоционально поговорил с командой. К слову, не менее эмоционально он прокомментировал этот эпизод уже после встречи. Команда везла 4-0. Мы отсюда кричали. Я про этот момент сказал. Мальчика одного не тронули. Он остался, что забили нам гол. Всю смену провозили здесь. Центральный нападающий не сыграл, так как мы утром договаривались вот здесь в углу. Осталось стоять смотреть. Мы получили гол. Пришлось собрать и говорить. Следующие две смены. Видите, что соперник делал? Они же вдохновились. Они полетели. Второй залетает. И давай тут у нас будет инфарктное предапартное состояние. Такая встряска пошла нашей команде на пользу. До конца встречи нижнекамцы забили еще раз. В большинстве отличился Рафаэль Бекмулин. 5-1. Уверенная победа реактора. Как итог, выход в 1-4 Кубка мира с первого места в своей группе. Завтра дружина Соколова поборется за путевку в полуфинал с клубом Слован. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости НТР.